Второе мероприятие в рамках проекта «Первый регион под знаком качества» прошло в Бресте. На этот раз в центре внимания филиал «Брестские ковры» открытого акционерного общества «Витебские ковры». Познакомиться с историей предприятия и её экспонатами стало возможным благодаря сотрудникам Брестского областного краеведческого музея. Сегодня мы проводим совместное мероприятие с коврами Бреста. Проект этот у нас долгоиграющий, он будет продлён и на последующие годы, для того, чтобы всецело охватить наш экономический потенциал и социальный потенциал Брестской области и показать ведущие предприятия, организации нашего региона. Сегодня у нас здесь в музее представлена выставка, которая насчитывает более 100 экспонатов как из фондов нашего музея, так и те, которые были переданы нам на временное экспонирование непосредственно предприятиям. История предприятия «Брестские ковры» началась в далёком 1960 году. Тогда впервые был соткан ленточный ковёр с «Брестской маркой». В советское время после расширения производства комбинат получил высокие государственные награды и стал крупнейшим производством в Европе. За шесть десятилетий «Брестские ковры» претерпели множество реконструкций и модернизаций. В судьбе предприятия не всегда были белые полосы, но высокое качество и уникальность продукции оставались неизменными. В 2020 году открытое акционерное общество «Брестские ковры» протянуло руку помощи и преобразовало в свой филиал «Брестские ковры», что вдохнуло в производство новую жизнь. Начался новый этап нашей жизни, можно сказать. Сохранились рабочие места, появились новые предложения, новые тенденции. Будет показана история нашего предприятия. Предприятия от начала и до того, как мы стали немножко уже влились в «Брестские ковры», влились в «Витебские ковры». Здесь представлена в основном на этой выставке история ковров Бреста, который был создан в 1960 году. Предприятие, ну и немножко наших новинок. Сегодня на предприятии трудятся успешные молодые специалисты, владеющие новыми техническими возможностями, о которых и не мечтали те, кто трудился несколько десятков лет назад. Вспомнить лучшие годы и рассказать о трудовом опыте пришли и ветераны, отдавшие большую часть своей жизни фабрики. Проработал на ковровом комбинате не я один, а начинала работать жена с 1960 года, Мария Ивановна Мельничеву, качихой. Потом она стала инструктором производственного обучения. Работала мама моя, работал сын, работал брат, ну и много и родственников, и всех, кто проработал на ковровом комбинате. Подготовил людей много, научил помощникам, мастеров. Мастеров, мастеров, ну сдал свое, когда ушел на пенсию уже, своему ученику, того, которого я подготовил, и рекомендовал его вместо меня. Много, очень много рационализательских предложений, которые я внедрил в жизнь для повышения производительности труда. Любил этим заниматься. Мероприятие, позволившее сотрудникам вспомнить и углубиться в историю родного предприятия, помогает уверенно смотреть в будущее, учитывая ошибки прошлого. Все это позволит обеспечить долгосрочное развитие ковровой отрасли в стране. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Дмитрий Литвиненко, Дмитрий Литвиненко, Дмитрий Литвиненко. Дмитрий Литвиненко, 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 Дмитрий Литвиненко. Дмитрий Литвиненко, Дмитрий Литвиненко. Дмитрий Л